Как считает Всемирная организация здравоохранения, для покрытия потребностей в донорской крови на каждую тысячу человек населения необходимы 40 доноров, которые на постоянной основе сдают кровь. Немало таких людей есть на Кубани, да и в нашем муниципалитете. В этом мы смогли убедиться, подойдя к передвижному пункту станции переливания крови, где прошла акция «Донорское совершеннолетие». В этот день около первой поликлиники, где остановился донорский передвижной пункт, было особенно многолюдно. 22 студента Славянского сельскохозяйственного техникума и филиала Кубанского госуниверситета в нашем городе пришли сюда, чтобы в рамках отличной акции «Донорское совершеннолетие» сделать благородное дело, сдать свою кровь. Мы объявили такую акцию, то есть проходят ребята только совершеннолетние, ну это понятно из названия, да. Потом параметры такие не ниже определенного роста, не меньше 50 килограмм веса. Конечно, это все добровольно и с большим желанием, то есть ребята понимают необходимость сдачи крови на нужды, да, те или иные нужды нашего здравоохранения. Процедура сдачи крови абсолютно безопасна и не занимает много времени. Студенты, сдающие кровь в первый раз, немного волновались, но все прошло хорошо. Самое главное, они получили большое моральное удовлетворение от того, что сделали добро людям. Я принимаю участие в сдаче крови первый раз от техникума среди 11 студентов. Мне 20 лет, я здоров и считаю, что сдача крови очень важна для нашего здравоохранения. Помимо участников акции, в этот день сдавали свою кровь и другие славянцы. Они пришли сюда по зову сердца. Для них самый главный бонус донорства – приятное ощущение, что ваша кровь спасет кому-нибудь жизнь. Именно благодаря донорам нередко получают второе рождение люди, пострадавшие в авариях или от тяжелой болезни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».